Продолжение следует... Этот вопрос начать с того, что записать определение, что такое пространство и что такое время. Но не торопитесь заносить ручки над вашими тетрадками. Этого определения я вам не дам. И не дам не потому, что жадный, а потому, что общепринятых определений пространства и времени не существует. И не существует по уважительной причине. Как устроено любое нормальное конструктивное определение? Устроено оно следующим образом. Вначале определение называется понятие определяемое. Затем ставится слово «это», после чего указывается, к какому общему классу относится это понятие. И уточняется, чем это понятие отличается от других понятий того же класса. Ну вот, например, как определить понятие «студент». Студент – это… продолжаем. Студент – это человек. Действительно, студент кошкой или собакой быть не может. Значит, понятие «студент» относится к общему классу «человек». А затем мы ставим в запятую и уточняем, чем студент отличается от других людей. Это человек, который находится в процессе получения высшего или среднего специального образования. Вот так устроено хорошее конструктивное определение. Теперь представьте, что мы хотим дать такое определение понятию, скажем, пространства. Пространство пишем «это» и останавливаемся в недоумении. А как указать более общий класс, в который понятие пространства входит на правах рядового члена? Оказывается, что это невозможно сделать. По крайней мере, это невозможно сделать таким способом, который устроивал бы всех. Просто понятие пространства, оно само по себе настолько широко, настолько фундаментально, что невозможно указать еще более общий класс. Оно само по себе класс. Со временем возникает такая же проблема. Попытаемся дать определение времени, запишем время «это» и столкнемся с той же самой проблемой. Невозможно называть еще более общий класс, в который понятие времени входило бы на правах рядового члена. Вот, кстати говоря, люди об этом догадывались уже давно. Был такой очень неглупый человек, Августин Блаженный, жил в IV веке нашей эры. И в одном из своих сочинений он написал замечательную фразу. Он написал «Я очень хорошо понимаю, что такое время, до тех пор, пока об этом не задумываюсь». Понимаете? Ну, все мы понимаем, что такое время, так, на уровне интуитивных представлений. Ну, время, оно, в общем, такое, течет. Ну, попробуйте вы дать определение, и тут же это понятие проскользнет у вас между пальцев. Поэтому, вместо того, чтобы записывать определение этих двух понятий, пространство и время, мы запишем следующую хитрую фразу, которая звучит следующим образом. В истории науки известно два основных подхода к пониманию пространства и времени. Два основных подхода. Первый подход называется субстанциальный. Субстанциальный подход. Второй подход называется реляционный. Реляционный. В чем эти подходы заключаются? Ну, вот, вначале о субстанциальном подходе. В рамках субстанциального подхода пространство и время рассматриваются как некие субстанции, откуда и название субстанциальный, которые существуют сами по себе, независимо от материальных тел. Как некие субстанции, существующие сами по себе. Этого подхода придерживались, скажем, древнегреческие атомисты. Я напомню, атомисты учили, что все на свете состоит из мельчайших неделимых частиц, атомов. Атомы означают по-гречески неделимый. А все, что на свете происходит, сводится к перемещениям атомов и сочетанию между собой в различных комбинациях. Так вот, если принять эту идею всего лишь как идею, то она с необходимостью влечет за собой необходимость принятия субстанциального подхода к пониманию, по крайней мере, пространства. Действительно, задумываемся над тем, а что находится между атомами? Другие, более мелкие атомы, а что находится между ними? Понимаете, ведь атомы предполагаются неделимыми, никаких частей, никаких крошек атомов быть не может. Значит, между атомами должна быть пустота. Атомисты говорили, что пустота. Они не употребляли термин пространство. Дело в том, что термин пространство — это термин очень высокой степени абстракции, и в Древней Греции его еще просто не существовало. Греки использовали более конкретный термин — пустота. Значит, между атомами может быть только пустота. Если мы зададимся вопросом, вот все, что на свете происходит, сводится к движению атомов, а в чем движутся атомы? Единственно, возможный логический ответ опять-таки звучит так. Атомы движутся в пустоте. Стало быть, если мы принимаем атомистическую гипотезу, то мы с необходимостью должны признать, что пустота является самостоятельным началом мироздания, таким же самостоятельным и таким же необходимым, как и сами атомы. Если мы будем говорить о науке, а я напомню, что древнегреческая натурфилософия наукой быть не могла, по той причине, что в Древней Греции еще не сформировался полностью научный метод познания, а настоящая наука началась только с конца XVII века, когда великий Исаак Ньютон создал первую настоящую науку, классическую механику, то вот среди ученых настоящих самым известным сторонником субстанциального подхода к пониманию пространства и времени был сам Ньютон. В своей книге, с которой, собственно говоря, началась настоящая наука, книга называется «Математические начала натуральной философии», вышла она в 1687 году, Ньютон вводит понятия абсолютного пространства и абсолютного времени и определяет эти понятия следующим образом. Он пишет, что абсолютное пространство — это бесконечная однородная протяженность, которая существует сама по себе, вне материальных тел и без какой-либо связи с ними. Абсолютное время, согласно Ньютону, аналогичным образом, это бесконечная однородная длительность, которая существует сама по себе, вне какой-либо связи с материальными телами. Вот так. Существует сами по себе, вне какой-либо связи с материальными телами. Более простым языком идею абсолютного пространства и абсолютного времени, Ньютоновской, можно пояснить такой аналогией. Для Ньютона абсолютное пространство и абсолютное время выступают чем-то вроде сцены. Сцены, на которой актеры, материальные тела, разыгрывают драму жизни. Ну вот представьте себе, в театре сцена, значит, на ней находятся актеры, они разыгрывают пьесу, потом пьеса заканчивается. Расходятся зрители, покидают сцену актеры, выключают свет. Перестает ли сцена существовать? Конечно, нет. Меняются ли ее свойства от того, что с нее ушли актеры? Конечно, не меняются. Вот такой сценой для Ньютона и было абсолютное пространство и абсолютное время. То есть в рамках Ньютоновской концепции абсолютного пространства и абсолютного времени мыслимо удалить из Вселенной все материальные тела, а абсолютное пространство и абсолютное время при этом останутся. То есть это, получается, пустота, вместилище материи, абсолютное пространство и абсолютное время по Ньютону. Вы знаете, очень интересен вопрос, почему, собственно говоря, Ньютон ввел эти понятия. Он вынужден был, давая определение абсолютного пространства и абсолютного времени, отступиться от своих же собственных методологических принципов. Я напомню, что классическая механика была первой настоящей наукой. То есть первой научной дисциплиной, построенной в строгом соответствии со всеми правилами научного метода. А научный метод, в частности, требует, чтобы те гипотезы, которые кладутся в основу теории, не брались из головы, не выдумывались произвольным образом, а выводились из эмпирических данных, из наблюдений и экспериментов. И Ньютон неоднократно подчеркивал, что именно так он и поступает. Вот есть знаменитая фраза у него в этой книге, когда он говорит «гипотез не измышляю». Не в том смысле не измышляю, что не пользуюсь гипотезами, он, конечно, пользовался гипотезами, а в том смысле, что не выдумываю их из головы. И что все гипотезы, которые я использую, я извлекаю, говорил Ньютон, из фактов, являющихся результатом наблюдений и экспериментов. Так вот, понятия абсолютного пространства и абсолютного времени, введенные им, находятся в выразительном противоречии с провозглашенным самим же Ньютоном методологическим принципом. Гипотез не измышляю. Обратите внимание, одним из основных свойств абсолютного пространства и абсолютного времени по Ньютону является их независимость, отсутствие какой-либо связи с материальными телами. А это означает, что об абсолютном пространстве и абсолютном времени мы, в принципе, не можем получить никакой эмпирической информации. В самом деле, как можно было бы, скажем, увидеть, услышать, понюхать, пощупать, измерить абсолютное пространство или абсолютное время? Для того, чтобы это сделать, нам нужно, чтобы мы с помощью какого-нибудь прибора своего, хотя бы линейки, скажем, взаимодействовали с абсолютным пространством и абсолютным временем. Но это невозможно, поскольку они по определению, независимо от материальных тел, никак не связаны с ними. Мы не сможем осветить абсолютное пространство для того, чтобы его увидеть. Мы не сможем его измерить. Мы сможем только его помыслить. А это ведь как раз то, против чего сам Ньютон возражал. Почему же великий ученый в этом пункте очень серьезно отступил от своих же собственных методологических установок? Вы знаете, причина была очень веская. Я напомню, что все здание классической механики покоится на трех законах динамики ньютоновских, которые все изучают в школе. Третий закон — это действие равно противодействию. Нам он сейчас не понадобится. Для нас наиболее существенными будут первые два закона Ньютона. Первый закон ньютоновской динамики гласит, что если на тело не действуют другие тела, то это тело движется прямолинейно и равномерно. Или покоится. Покой — это частный случай равномерного прямолинейного движения. Это равномерное прямолинейное движение с нулевой скоростью. Если у нас другие тела не действуют на тело, то его скорость остается постоянной. Вот о чем говорит первый закон Ньютона. Второй закон говорит, что будет, если на тело другие тела подействуют. Если на тело действуют другие тела, говорит второй закон Ньютона, то тело приобретает ускорение. Ускорение — это скорость изменения скорости. То есть скорость тела начинает изменяться. И величина ускорения, говорит второй закон Ньютона, пропорциональна силе, с которой другие тела действуют на это тело, и обратно пропорциональна массе этого тела. Вот логическая основа всей классической механики. Именно на этой основе и построил Ньютон все величественное здание этой первой настоящей науки. Проблема, однако, заключается в том, что законы Ньютона выполняются не всегда. Они довольно часто нарушаются. Причем нарушаются в совершенно житейских ситуациях, с которыми каждый из нас сталкивается постоянно. Ну, представьте себе такую ситуацию. Вы находитесь в автобусе, который едет по прямому ровному шоссе с постоянной скоростью. Допустим, вы не сидите, а стоите. Есть ли у вас необходимость держаться за что-нибудь, чтобы не упасть? Если шоссе прямое и ровное, если скорость автобуса постоянная, очевидно, такой необходимости нет. Вы совершенно спокойно можете стоять, как стоите на полу комнаты. Из кустов выскакивает инспектор ГИБДД, взмахивает своей волшебной палочкой. Водитель автобуса бьет по тормозам. Что происходит с вами? Вы начинаете падать по направлению к водителю. То есть, вы приобретаете ускорение, направленное к водителю. Вопрос. Согласно второму закону Ньютона, ускорение всегда есть результат воздействия на данное тело со стороны других тел. Какие такие тела подействовали на ваше тело, что вы приобрели ускорение, направленное к водителю? Инспектор. Он вас не касался. И палочка у него магнетическими свойствами не обладает. Автобус. Но с автобусом вы взаимодействуете через подошвы. И за подошвы автобус вас тянет как раз в сторону противоположную направлению на водителя. Ответа на этот вопрос на самом деле нет. Нет такого тела, которое подействовало на вас и заставило вас падать по направлению к водителю. Просто вот в этой ситуации законы Ньютона нарушаются. Более точно будет сказать, что в системе отсчета, связанной с тормозящим автобусом, законы Ньютона не выполняются. Небольшое отступление насчет системы отсчета. Что это такое? Любая система отсчета это совокупность как минимум трех обязательных элементов. Первый элемент это тело отсчета, к которому мы привязываем начало всех координатных осей. Мы не можем его привязать к какой-то точке пространства, потому что все точки пространства друг на друга похожи. Мы об этом еще поговорим. Нам нужно к какой-то материальной метке привязать начало координатных осей. Итак, первый элемент тело отсчета. Второй элемент это прибор для измерения расстояния, с помощью которого мы можем измерять пространственные координаты. В просторечии он называется линейка. На самом деле это может быть линейка, может быть рулетка, может быть лазерный дальномер. Любой прибор для измерения расстояния. И третий элемент обязательный любой системы отсчета это прибор для измерения времени, то есть часы. Вот три обязательных элемента любой системы отсчета. Тело отсчета, линейка и часы. Так вот, я утверждаю, что в системе отсчета, связанной с тормозящим автобусом, законы Нейтона не выполняются. В этой системе отсчета ваше тело приобретает ускорение, когда на него никакие другие тела, видимые, не действуют. Понятно, что та же самая ситуация возникает, если автобус, скажем, не тормозит, а разгоняется. Вы начинаете падать назад. Та же самая ситуация возникает, если автобус начинает поворачивать налево или направо. Вы начинаете валиться в сторону противоположной направлению поворота. То есть, как только скорость тела отсчета, а телом отсчета в данном случае является автобус, начинает меняться, неважно как, по величине или по направлению, тут же система отсчета, которая связана с автобусом, становится плохой. В ней законы Нейтона выполняться перестают. Хорошие системы отсчета, в которых законы Нейтона выполняются, принято называть инерциальными. От слова инерция. Имеется в виду, что в этих хороших системах отсчета выполняется, по крайней мере, первый закон Нейтона. А первый закон Нейтона часто называют еще законом инерции. Подтверждение о том, что если на тело не действуют другие тела, то оно сохраняет свою скорость движения, это как раз и есть закон инерции. Значит, хорошая система отсчета — это инерциальная система отсчета. А плохие, в которых законы Нейтоновской механики нарушаются, стало быть, неинерциальные. Было бы полбеды, если бы просто существовали хорошие инерциальные и плохие, неинерциальные системы отсчета. Настоящая беда начинается, когда мы пытаемся отыскать какую-нибудь реальную, хорошую инерциальную систему отсчета. Ну, давайте попробуем поискать. Можно выбрать в качестве примера, в качестве тела отсчета, ну, например, вот этот стол. Вот я беру этот стол в качестве тела отсчета и объявляю, что координатные оси я буду проводить от вот этого угла данного стола. Будет ли такая система отсчета инерциальной? С первого взгляда вроде бы да. Стол стоит неподвижно, никуда не едет, не ускоряется, не тормозит, не поворачивает. Однако, на второй взгляд, не все так просто. Дело в том, что стол стоит на полу. Пол вделан в здание. Здание вкопано в землю. А земля, между прочим, вращается вокруг своей оси. Поэтому стол вместе со всем, что находится на поверхности нашей планеты, каждые 24 часа описывает в пространстве замкнутую траекторию. То есть, совершает криволинейное движение. А криволинейное движение, это обязательно движение ускоренное. При криволинейном движении скорость изменяется, если не по величине, то как минимум по направлению. Стало быть, есть ускорение. А раз ускорение у тела отчета есть, значит, система отчета, связанная с этим телом, плохая, не инерциальная. Неинерциальность любой системы отчета, связанной с поверхностью вращающейся земли, приводит ко вполне ощутимым и наблюдаемым эффектам. В любой такой системе отчета возникают, например, так называемые кориолисовые силы, для которых невозможно указать источника. Эти силы действуют на любой движущийся предмет, и в северном полушарии земли стараются отклонить его вправо от направления движения, а в южном, наоборот, влево. Проявляется это, например, в том, что все реки северного полушария, как давным-давно и хорошо знают географы, на прямолинейных участках своего течения подмывают свои правые берега. Вот прямолинейный участок течения у реки северного полушария, правый берег у нее обязательно крутой, обрывистый. Почему? Вода в речке течет. Раз течет, значит, на нее действует кориолисовая сила. Кориолисовая сила ее поджимает к правому берегу. Величина кориолисовой силы невелика. Например, когда мы с вами идем или даже едем, то величина кориолисовой силы находится ниже порога нашего восприятия. Однако, как говорится, капля камень точит. Если эта кориолисовая сила очень нежно, но все-таки поджимает речную воду к правому берегу, то за годы, десятилетия и столетия это приводит к тому, что подмывается именно правый берег, становится крутым, обрывистым. Как сказал поэт, левый берег стелется, правый поднимается. Ну, а все реки Южного полушария, это тоже хорошо известно географам, на прямолинейных участках своего течения подмывают, наоборот, левые берега. Могу привести еще один пример, который также показывает реальность вот этих эффектов, связанных с неинерциальностью системы отчета на поверхности вращающейся земли. По своей военной специальности я артиллерист. Вот как офицер-артиллерист я могу вам доложить, что если нужно попасть в цель, которая находится вот там, то ни в коем случае нельзя наводить ствол орудия строго в направлении цели. По простой причине. Пока снаряд будет к цели лететь, Кореолисово село его снесет. В северном полушарии снесет вправо от цели. При стрельбе километров на 10 величина сноса составляет, ну, в зависимости от того, куда стреляем, как стреляем от нескольких метров до нескольких десятков метров. Поэтому, чтобы попасть точно в цель, в северном полушарии приходится ствол орудия наводить чуть левее ее. Насколько левее, это уже другая наука, серьезная, которая называется расчет установок для стрельбы. А вот, скажем, австралийские артиллеристы вынуждены наводить стволы своих орудий чуть правее цели, чтобы попасть точно в нее. Хорошо. Ни с каким предметом, находящимся на поверхности вращающейся Земли, связывать инерциальную систему отчета нельзя. Но, может быть, мы попытаемся привязать начало системы отчета, скажем, к северному или к южному полюсу. Они ведь находятся на оси вращения нашей планеты, то есть сами по себе не вращаются. В принципе, можно. Однако тут же придется вспомнить, что Земля обращается вокруг Солнца. И каждый год совершает замкнутую орбиту вокруг нашего светила. То есть совершает криволинейное движение. То есть совершает движение ускоренное. Стало быть, и система отчета, привязанная к любому из полюсов нашей планеты, будет, хотя и в меньшей степени, но тоже не инерциальной. Попытаемся выбрать в качестве отчета нашу звезду по имени Солнца. Тут же выяснится, что Солнце — это одна из звезд галактики. И в галактике Солнце совершает довольно сложные движения, в частности, вместе с другими звездами Солнце участвует в обращении галактики вокруг ее центра. И, как определили астрономы, обходит вокруг центра галактики каждые примерно 250 миллионов лет. Так называемый галактический год. Связанное с этим ускорение, центростремительное, конечно, очень маленькое. Поэтому неинерциальность системы отчета, связанной с Солнцем, будет гораздо меньше, чем система отчета, связанная с этим столом. Но тут, как говорится, дело принципа. Я думаю, вы уже поняли трагедию. Какое бы реальное тело бесконечной Вселенной мы не взяли. Связанная с ним система отчета неизбежно будет хотя бы чуть-чуть, да неинерциальней. И создается совершенно дурацкая ситуация. С одной стороны, есть замечательная теория, работающая, эффективная, точная, которая называется классическая механика. А с другой стороны, эта теория, строго говоря, применима лишь в таких системах отчета, которых в реальном мире просто нет. Ньютон, будучи, мягко говоря, неглупым человеком, эту проблему понимал. И поэтому ему очень нужна была хотя бы одна строго инерциальная система отчета. И он ее придумал. Вот эти самые абсолютные пространства и абсолютное время, если бы они действительно существовали в том смысле, который им приписывал Ньютон, они бы как раз образовывали такую идеальную инерциальную систему отчета. Они никуда не движутся, они сами по себе не ускоряются, не тормозят. Так что Ньютон ввел вот эти выдуманные понятия для того, чтобы найти хотя бы одну хорошую систему отчета. Кстати говоря, после того, как он их ввел, он этими инструментами не пользовался для решения конкретных задач. Ему достаточно было знания, что если вдруг все-таки потребует к ответу, а почему вы работаете в плохих системах отчета, чтобы всегда можно было сказать, ну, если вам уж не нравится, ладно, мы сейчас перейдем в идеальную инерциальную систему отчета, все расчеты проведем в ней, а потом результаты пересчитаем к реальным, плохим, неинерциальным системам отчета. На самом деле, вот эти понятия абсолютного пространства и абсолютного времени в конце 19 века продемонстрировали свою несостоятельность, но об этом у нас с вами речь пойдет чуть попозже. А сейчас мы с вами вернемся ко второму подходу к пониманию пространства и времени. Я напомню, он называется реэляционный подход. Называется он так от латинского слова реляцию, которое переводится на русский как отношение или соотношение. В рамках реэляционного подхода пространство и время понимаются как система отношений между материальными телами. Всего лишь как система отношений. Отношения такого рода дальше, ближе, выше, ниже, левее, правее, раньше, позже. Вот система таких отношений согласно реэляционному подходу и есть то, что мы называем пространство и время. В античности самым известным сторонником реэляционного подхода был наиболее выдающийся, пожалуй, мыслитель древней Греции Аристотель. Аристотель. Годы жизни с 384-го до 322-го года до нашей эры. Аристотель писал, что понятие места можно определить, только указав, между какими материальными телами находится это место. Обратите внимание, Аристотель не использовал понятие пространства по причине, которое я уже называл. В те времена такой общности, такой степени абстракции понятия как пространство еще не сформировалось. Аристотель использовал другое слово, которое переводится на русский, как место. Но фактически речь идет о пространстве. Так вот, мысль Аристотеля заключалась в следующем. Если нам задают вопрос, где это место, то на данный вопрос мы можем ответить только таким образом. Мы можем сказать, что это место дальше, чем тело номер 1, но ближе, чем тело номер 2. Выше, чем тело номер 3, но ниже, чем тело номер 4. Левее тело номер 5, но правее тело номер 6. Вот только таким образом можно ответить на вопрос, где это место. А если материальных тел нет? А тогда на этот вопрос оказывается невозможно ответить в принципе. Этот вопрос тогда повиснет в воздухе. Точно так же, согласно Аристотелю, понятие времени возникает только тогда, когда имеется ряд событий, упорядоченных в определенной последовательности. Событие номер 1, событие номер 2, событие номер 3 и так далее. Вот если у нас такой упорядоченный ряд событий имеется, то мы можем ответить на вопрос, когда произошло какое-то событие. И ответить на него можем так, что это событие произошло раньше, чем событие номер 5, но позже, чем событие номер 4. Но событие это то, что происходит с материальными телами. А если бы не было материальных тел, тогда бы ничего не происходило. Тогда бы не было событий, тогда бы не было возможности построить порядочный ряд событий. И тогда ответ на вопрос, когда, остался бы без ответа. Было бы невозможно ответить в принципе. Так учил Аристотель. Аристотель, я напомню, хотя и был гением, Аристотель, он не может быть назван без скида к ученым, просто потому, что он принадлежал к культуре, в которой научный метод сформировался еще не окончательно. А если мы зададимся вопросом, а кто же из ученых внес особенно важный вклад в разработку реляционного подхода к пониманию пространства и времени, то ответ, без сомнения, будет такой. Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн в созданной им в начале 20 века специальной теории относительности, о которой у нас с вами дальше пойдет речь довольно подробно. Но пока что мы здесь остановимся. Итак, пространство и время невозможно определить, так как определяются обычно понятия. Существует два подхода, субстанциальный и реляционный. И, что очень важно, в истории науки эти два подхода, они постоянно друг с другом боролись. И то один начинал становиться преобладающим, то другой. Чем закончилось дело, мы с вами узнаем в дальнейшем. Как бы не понимать пространство и время, то ли в рамках субстанциального, то ли в рамках реляционного подхода, они обладают следующими очевидными симметриями. Во-первых, пространство однородно. Однородно. Однородность пространства означает, что все его точки сами по себе равноправны. Ни одна точка пространства сама по себе ничем не хуже, не лучше любой другой точки. Это не теоретический вывод, это не какая-то там теорема. Это то, что называется эмпирическое обобщение. То есть, это утверждение общего характера, выведенное из нашего огромного эмпирического опыта. А опыт наш говорит, что если мы ставим какой-нибудь эксперимент здесь, а затем берем, переносим экспериментальную установку в любое другое место, то при прочих равных условиях результат эксперимента будет тот же самый. Не важно, где этот эксперимент проводить. В Москве, Вашингтоне, где-нибудь в Мельбурне, на Марсе, в конце концов, результат при соблюдении прочих равных условий должен быть одним и тем же. В этом нас убеждает наш опыт. Между прочим, отсюда вытекает, что у Вселенной нет и не может быть центра. Потому что, если бы у него был центр, то это означало бы, что у Вселенной есть какая-то выделенная, самая главная точка. Время. Время также однородно. То есть, все моменты времени сами по себе равноправны. Ни один момент времени ничем не хуже и не лучше любого другого. Вот это отражает в какой-то степени известная житейская мудрость, согласно которой лучшее время для того, чтобы жить, это сейчас. Не когда-то в прошлом, не когда-то в будущем, а сейчас. Ну, а если говорить серьезно, то в середине 20 века выдающийся физик Поль Дирак как-то задумался, а как бы выглядел мир, если бы время было неоднородным? Что бы в нем изменилось? Дирак был физиком-теоретиком, он, естественно, сел и разработал теорию. Теорию мира с неоднородным временем. Из этой теории вытекало, что если бы время было неоднородным, то это имело бы наблюдаемые последствия. А последствия эти заключались бы в том, что фундаментальные мировые константы должны были бы с течением времени изменяться. Скажем, вот, заряд электрона во всех учебниках написано 1,6 на 10 в минус 19 степени кулона. А на какой момент времени он равен вот такой величине? Не уточняется. Потому что он с течением времени не меняется. И вот когда Дирак опубликовал свою теорию, естественно, тут же ученые стали проверять, а действительно ли фундаментальные мировые константы, такие как заряд электрона, как его масса, как скорость света, как постоянное в законе всемирного тяготения, действительно ли они с течением времени не меняются? Оказалось, что да, действительно. К настоящему времени эти измерения проведены с очень высокой точностью, и они показывают, что за все время существования нашей Вселенной ни одна из фундаментальных мировых констант не изменилась и на миллиардную долю своего значения. Стало быть, время в нашем мире однородно. Пространство, кроме симметрии однородности, еще и изотропно. изотропно. Изотропность означает равноправие всех направлений. Все направления в пространстве сами по себе одинаковы. Мы не можем сказать, что какое-то направление лучше или хуже любого другого направления. И это опять-таки эмпирическое обобщение. Если бы пространство было анизотропно, то есть не обладало бы симметрией изотропности, это могло бы проявляться, например, в том, что, скажем, скорость света вот в этом направлении была бы 300 тысяч километров в секунду, как она есть, а вот в этом направлении 400 тысяч километров в секунду. Однако, такого нет. Во всех направлениях свет бежит с одной и той же скоростью. 300 тысяч километров в секунду. И это касается вообще всех величин фундаментальных мировых констант, которые, в принципе, могли бы зависеть от направления. Они зависят. Стало быть, наш мир изотропен. Но осталось здесь одно пустое место, которое соответствует изотропности времени. А изотропно ли время? Давайте подумаем. Ну, во-первых, у времени, в отличие от пространства, возможно, всего два направления. Вот в пространстве направления можно провести сколько угодно. Во времени может быть только два направления, вперед и назад, просто потому, что время одномерно. Равноправны ли эти два направления? Вперед по времени и назад. Не надо изучать углубленную физику, чтобы понять, что это не так, что эти направления неравноправны. Вперед по времени мы все с вами движемся. Причем, темп этого продвижения вперед по времени можно даже регулировать. Это не фантастика, когда мы будем обсуждать теорию относительности, мы убедимся, что это действительно так. То есть, в принципе, машина времени для путешествия в будущее существует. Это просто некий аппарат, который способен достаточно долго двигаться со скоростью близкой к скорости света. А вот назад по времени никакой объект в нашем мире не движется. И по нашим представлениям это вообще невозможно. Стало быть, машина времени для путешествия в прошлое быть не может в принципе. Другой, еще более такой яркий пример, иллюстрирующий неравноправие этих двух направлений. во времени. Каждый из нас, наверное, переживал в своей жизни такую неприятность. Стоит на столе стакан с водой, мы его случайно задеваем, стакан падает, разбивается, вода из него растекается по полу. Кто-нибудь когда-нибудь видел обратный процесс? Что вот осколки разбитого стакана подползают друг к другу, срастаются, вода в него собирается со всего пола и вместе со стаканом запрыгивает обратно на стол. Только в кино, пущеным задом наперед. В реальной жизни такого не бывает. А ведь если бы время было изотропно, если бы направления вперед и назад по времени были равноправны, то любой процесс мог бы идти с равным успехом, как в одном направлении, так и в противоположном. Но весь наш житейский опыт убеждает нас, что такого нет. В одну сторону процессы идут легко, многие в другую сторону не идут и идут с очень большим трудом. Поэтому время симметрии изотропности не обладает. Время анизотропно. Я здесь это напишу, слово анизотропно. А для того, чтобы подчеркнуть, что речь не идет о симметрии, что это отсутствие симметрии, я это слово обведу такой вот траурной рамкой. Нету этой симметрии времени. Итак, на эти две фундаментальных категории пространства и время есть три простейших симметрии. Пространство однородно и изотропно, время только однородно. Я напомню вам, что есть такая теорема неотр, согласно которой если есть какая-то симметрия, то обязательно есть соответствующие этой симметрии закон сохранения. Вот у нас есть аж три симметрии. Однородность и изотропность пространства, однородность времени. Значит, должны существовать соответствующие законы сохранения. Обратите внимание, эти законы сохранения должны быть чрезвычайно общими. Ведь все, что происходит в нашем мире, любой процесс, независимо от его природы, происходит в пространстве и во времени. Поэтому, если пространство и время обладают какими-то симметриями, то законам сохранения, вытекающим из этих симметрий, обязаны подчиняться любые процессы в нашем мире. Именно поэтому законы сохранения, вытекающие из симметрии пространства и времени, согласно теореме Нетр, являются фундаментальными, всеобщими. Они распространяются на любые процессы. Что же это за законы сохранения? Ну, поскольку симметрии у нас три, и фундаментальных законов сохранения, соответствующих им, тоже должно быть три. Два из этих трех законов сохранения вам хорошо известны, их изучают в школе. Теория Мониотор хороша, между прочим, тем, что она не просто утверждает существование закона сохранения, она еще позволяет вычислить, а что же за величина должна сохраняться в силу такой-то симметрии. То есть, теорема Мониотор конструктивна. Так вот, теорема Мониотор позволяет вычислить, что из однородности времени вытекает знакомый всем со школы закон сохранения энергии. Собственно говоря, в современных курсах физики энергия и определяется, как такая физическая величина, которая сохраняется благодаря однородности времени. Иначе трудно определить вообще, что такое энергия. Уж слишком много разных видов энергии существует, и для каждого своя формула, для расчета и так далее. Сохранение энергии вытекает из однородности времени. Второй известный нам со школы еще закон сохранения, вытекающий 10 метров пространства и времени. Это закон сохранения импульса. Он вытекает из однородности пространства. Закон сохранения импульса. Импульс иногда называют количеством движения. Он вычисляется, напомню, как произведение массы тела на скорость его поступательного движения. И вот оказывается, что этот закон сохранения импульса является прямым следствием из однородности пространства, из того факта, что все точки пространства равноправны. Третий закон сохранения, вытекающий из изотропности пространства, в школе не проходит. Но, тем не менее, мы не в школе, поэтому я его назову. Это закон сохранения момента импульса. Закон сохранения момента импульса. Не следует путать импульс с моментом импульса. Импульс это количество поступательного движения, то есть количество движений, когда тело движется как целое. момент импульса это величина, характеризующая количество вращательного движения. Ведь тело наше может никуда не двигаться, как целое, но при этом вращаться. То есть, движение какое-то происходит, и вот количество этого вращательного движения как раз и характеризуется моментом импульса. И вот оказывается, что эта величина, момент импульса, количество вращательного движения тоже обязано сохраняться в силу изотропности пространства. Именно благодаря закону сохранения момента импульса каждые сутки длятся ровно 24 часа. Вы никогда не задумывались, почему это так? Почему не бывает так, что вот эти сутки 24 часа, следующие 35, а следующие 10 часов? А все благодаря закону сохранения момента импульса. Ведь если бы сутки были то длиннее, то короче, а сутки это продолжительность одного оборота Земли вокруг своей оси, это означало бы, что Земля вращается то быстрее, то медленнее. Но этого быть не может в силу закона сохранения момента импульса. В силу этого же закона сохранения момента импульса сохраняется не только быстрота вращения Земли вокруг своей оси, но и направление оси вращения нашей планеты в пространство. С высокой точностью ось вращения нашей планеты смотрит все время в одном направлении, если не считать некоторых слабых эффектов, обусловленных взаимодействием с Солнцем и Луной. Вот те три фундаментальных закона, которые вытекают из простейших симметрий пространства и времени. Четвертой симметрии изотропности времени, как мы с вами обсудили, не существует. Однако, вы знаете, можно тут просуждать таким любопытным образом. Да, в нашем реальном мире время анизотропно. А вот что было бы, если бы время в нашем мире было изотропно? Это не пустые мечтания. Мы, в принципе, достаточно много знаем о нашем мире, чтобы просто сесть и посчитать. А что бы тогда было? И вот как раз теория Манютер говорит, что если бы время в нашем мире было изотропным, то тогда, естественно, должен был бы существовать четвертый фундаментальный закон сохранения. То есть должна была бы существовать еще одна четвертая величина, которая обязана сохраняться в силу симметрии пространства и времени. Что это за величина? Ученым хорошо известно. Она называется энтропия. И вот если бы время было изотропным, то существовал бы закон сохранения энтропии. Однако в нашем реальном мире время анизотропно. Поэтому в нашем реальном мире закон о сохранении энтропии нет. Зато в нашем реальном мире есть закон несохранения энтропии, который утверждает, что энтропия замкнутой системы в принципе оставаться постоянно не может. Так что я здесь нарисую еще одну стрелочку и напишу несохранение энтропии. И чтобы подчеркнуть, что это особый закон, что это не закон сохранения, что это наоборот закон не сохранения, я тоже введу этот закон страурной рамкой. Закон несохранения энтропии известен также еще как второй закон термодинамики. Знаменитый второй закон термодинамики. Вот таковы простейшие симметрии пространства и времени. И таковы важнейшие следствия из этих симметрий. Три фундаментальных закона сохранения и один фундаментальный же закон несохранения. Помимо тех симметрий простейших пространства и времени, которые мы только что обсудили, они обладают и более сложными динамическими симметриями. Выражением этих более сложных динамических симметрий пространства и времени служат два постулата Эйнштейна. Первый постулат Эйнштейна это принцип относительности. Второй постулат Эйнштейна это принцип инвариантности скорости света. Точно так же, как свойства симметрии простейшие для пространства и времени, эти принципы являются эмпирическими обобщениями, то есть они основаны на данных наблюдений и экспериментах. Вначале обсудим принцип относительности. Несмотря на то, что принцип относительности — это первый постулат Эйнштейна, Эйнштейн не является его первооткрывателем. Более того, к открытию и формулировке этого принципа вплотную подошел еще Галилео Галилей, который жил за 3,5 века до Эйнштейна. Я напомню, что Галилей умер за год до того, как родился Ньютон в 1642 году. Галилей более всего известен в культуре своей знаменитой фразой «А все-таки она вертится». Имеется в виду «Земля». Фраза возникает в знаменитой легенде, согласно которой, когда Инквизиция, которой очень не нравились лекции выступления и пропаганда Галилея в защиту учения Коперника. А учение Коперника, я напомню, оно утверждало, что Земля отнюдь не является центром Вселенной. Что не вокруг Земли вращаются Солнце и другие небесные тела, в том числе звезды. А что на самом деле Земля является обычным рядовым небесным телом, который вместе с другими такими же небесными телами обращается вокруг Солнца. Представителям католической церкви эти разговоры крайне не нравились. Дело в том, что из Библии, если ее понимать буквально, прямо следует, что Земля должна быть центром мира. Потому что в Библии, в первой главе книги «Бытие» написано, что вначале сотворил Бог Землю, потом ее оборудовал, создал человека, населил Землю животными, океанами, рыбами и так далее. А потом уже, на пятый, по-моему, день творения, Бог сотворил Луну, Солнце и звезды. И сотворил-то он, как можно понять из текста Библии, в чисто эстетических целях. Чтобы было красиво и не слишком темно днем и ночью. А тут вдруг появляются люди, которые начинают говорить, что на самом деле все не так. Что Земля вовсе не главное тело. Тем более не самое большое в нашем мире. А вместе с другими планетами бегает вокруг Солнца, да еще и бесстыже крутится вокруг собственной оси. Именно такой эпитет, бесстыже крутится вокруг своей оси, употребляли церковники, характеризуя прегрешения Коперника и Галилея. И вот, согласно той легенде, к которой мы сейчас возвращаемся, Инквизиция достаточно долго охотилась за Галилеем. Но удалось его поймать только когда он был уже достаточно пожилым человеком. Он получил подложное приглашение приехать в Рим к своему другу. В Риме его арестовали, посадили в темницу. В темнице провели со старым больным человеком соответствующую разъяснительную работу. В результате которой Галилей согласился отречься от еретических взглядов Коперника. И вот легенда гласит, что когда Галилей произносил формулу отречения от коперниканской ереси, он потихонечку после того, как произнес ее в сторонку, сказал, а все-таки она вертится. Так вот, вы знаете, у Галилея, помимо оппонентов, прибегавших к силовым методам решения спора, то есть помимо инквизиции, были оппоненты интеллектуально честные, которые пытались найти рациональные возражения против идеи о вращающейся земле. И эти оппоненты говорили, что если бы земля действительно вращалась с запада на восток вокруг своей оси, как утверждает Коперник и Галилей, то многие вещи происходили бы на вращающейся земле совсем не так, как они происходят на самом деле. То есть, понимаете, если бы земля вращалась действительно с запада на восток, то ни один предмет, согласно идее оппонентов Галилея, не мог бы упасть прямо на землю. Вот, скажем, берем вот эту связку ключей. Если мы ее роняем, то пока она летит до пола, согласно идее противника в Галилее, земля должна успеть провернуться в направлении на восток, то есть высказануть немножко из-под этой связки. Эта связка должна упасть не в ту точку, полон, от которой я ее держу, а в точку, которая смещена в направлении противоположном направлении вращения земли, то есть на запад. Если бы оппоненты Галилея были правы, то ронять что-нибудь было бы очень опасно. На нашей широте скорость вращения земли вокруг своей оси, линейная скорость вращения, составляет около 270 метров в секунду. Это означает, что если бы оппоненты Галилея были правы, то любой выроненный из рук предмет со скоростью 270 метров в секунду должен был бы влепиться в западную стену. Вот это пуля 270 метров в секунду. То есть ронять что-нибудь было бы крайне опасно. На самом деле этого не происходит. И Галилей, поразмыслив над этими возражениями, придумал свое контр-взражение, которое он облег форму мысленного эксперимента, получившего впоследствии название корабль Галилея. Мысленный эксперимент отличается от эксперимента обычного тем, что его нет необходимости проводить реально. В мысленном эксперименте описывается такая ситуация, с которой каждый из нас знаком просто по своему опыту обычной жизни. И мы просто представляем из своего опыта, что должно произойти в этой ситуации. Так вот, мысленный эксперимент корабль Галилея. Представьте себе, пишет Галилей, что вы вечером грузитесь в трюм корабля, стоящего в гавани на якоре, спускаетесь в трюм, за вами задраивают люк, и вы ложитесь спать. Через некоторое время вы просыпаетесь и желаете выяснить, плывет ли уже корабль куда-нибудь, или все еще стоит в гавани на якоре. Как это выяснить? Иллюминаторов в трюме нет, люк за вами закрыли, не выпустят. Как определить, движется куда-нибудь корабль, или все еще стоит неподвижно? Очевидно, рассуждает Галилей, нужно придумать какой-то опыт, какой-то эксперимент, который в корабле, стоящем на якоре, дает одни результаты, а в корабле, плывущем, дают результаты другие. И он рассматривает несколько таких возможных экспериментов. Ну вот, простейший эксперимент. Все с тем же бросанием какого-нибудь предмета. Если корабль стоит на якоре неподвижно, и я выпускаю этот предмет из рук, то он падает вертикально и упадет в ту точку пола, над которой я его держал. Как этот эксперимент должен выглядеть в случае, если корабль плывет? Предположено для определенности, что корабль плывет в том направлении. Я держу эту связку ключей, выпускаю ее из рук. Пока она падает, корабль успеет какое-то расстояние проплыть, в результате чего, по логике противников Галилея, эта связка ключей должна упасть не в ту точку палубного настила, над которой я ее держал, а в точку, смещенную в сторону, в противоположную движению корабля. И смещенную тем сильнее, чем выше скорость его движения. Однако каждый, кто ронял что-нибудь в движущемся корабле, поезде, автобусе, да даже самолете, знает, что на самом деле никакого сноса падающих предметов в сторону противоположного направления движения нет. Почему? Галилея объясняет. Пока я держу связку ключей, я вместе с ней и с плывущим кораблем двигаюсь в этом направлении с определенной скоростью. Выпускаю эту связку из рук, она начинает падать, двигаться вниз, но, кроме того, она сохраняет ту скорость, которую имела вместе со мной и с кораблем. То есть корабль продолжает путь туда, и связка продолжает двигаться туда же, с такой же скоростью, только при этом она начинает еще опускаться. В результате, в конце концов, связка упадет в ту точку пола, над которой я ее держал. А с точки зрения наблюдателя, будет ли разница между этими двумя ситуациями? Связка падает в стоящем корабле, и связка падает в плывущем корабле. Нет. С точки зрения наблюдателя, оба этих эксперимента будут выглядеть совершенно одинаково. Галилея рассматривает несколько таких экспериментов. Он, в частности, обсуждает игру в мяч. Вот, скажем, если двое на корабле перекидываются мячом, один стоит на корме, другой на носу. Не будет ли тому, кто стоит на носу, легче добросить мяч до того, кто стоит на корме, чем наоборот? Галилей обсуждает этот вопрос, и приходит к выводу, что нет. Им будет так же легко или так же сложно добросить мяч до своего партнера, как на корабле, стоящем неподвижном. Обсудив несколько таких экспериментов, Галилей приходит к выводу, что на плывущем корабле все события, все процессы, механические, конечно, потому что Галилей только механические процессы обсуждал, будут происходить точно так же, как на корабле, стоящем неподвижно на якоре. Вот здесь он остановился. В принципе, ему осталось сделать полшага для того, чтобы сформулировать общий принцип, вытекающий из этих его рассуждений. Но ему тогда для его цели это не было надо. А этот общий принцип был сформулирован позже. Ну и формулировка этого принципа, давайте подумаем, какой должно быть. Во-первых, после Галилея было выяснено, что его рассуждение справедливо не только для механических явлений, но вообще для любых явлений. Во-вторых, в формулировке общего принципа, конечно, нельзя называть какое-то конкретное транспортное средство. Почему, собственно говоря, корабль? Почему не автобус? Почему не самолет? Значит, нужен какой-то более общий термин. А более общим термином в данном случае является система отчета. И вот если использовать этот более общий термин, то следовало бы тогда сказать, что во всех системах отчета все природные явления происходят одинаковым образом. Правда, тут нужно внести некоторые уточнения. Не все системы отчета в этом смысле равноценны. Мы с вами уже обсуждали, что есть системы отчета хорошие, инерциальные. Есть системы отчета плохие, неинерциальные. Вот если, скажем, автобус двигается с ускорением, скажем, разгоняется, то тогда уроненная связка ключей действительно отклонится от вертикали в сторону противоположного направления ускорения, то есть назад. Именно на этом эффекте основано действие акселерометров, приборов для измерения ускорения всевозможных. Поэтому вот это утверждение общее должно быть уточнено, что равноценны не любые системы отчета вообще, а только хорошие, инерциальные. И вот в самом общем виде принцип относительности сформулирован может быть так. Все инерциальные системы отчета совершенно равноправны. Ни одна из них не является выделенной или предпочтительной. Все инерциальные системы отчета равноправны. Ни одна из них не является выделенной или предпочтительной. нет никакого реального способа установить какую-то главную инерциальную систему отчета. Теперь мы обсудим с вами второй постулат Эйнштейна, который, напомню, называется инвариантность скорости света. Начну издалека. Если принять ньютоновские представления об абсолютном пространстве и абсолютном времени, из них с необходимостью вытекает так называемый классический закон сложения скоростей. Несмотря на страшное название, этот закон нам хорошо известен, и мы его все где-то со второго класса школы уже использовали для решения простых арифметических задачек. Ну, например, такой. Вот есть два населенных пункта А и Б. В одном живет девочка Маша, в другом мальчик Саша. В один прекрасный день они договариваются о том, чтобы встретиться. И в один и тот же момент выходят из своих населенных пунктов на встречу друг к другу. Маша идет со скоростью 4 км в час. Саша бежит ей на встречу со скоростью 6 км в час. Вопрос. Через какое время они встретятся, если расстояние между населенными пунктами 10 км? Задачка для второго класса. Полагается ее решать в два действия. В первом действии мы складываем 4 км в час Машину скорость и 6 км в час Сашину скорость. В школьном учебнике это называется скорость сближения. 4 плюс 6 – 10 км в час. С такой скоростью сближаются дети. Ну, если говорить более научным языком, то 10 км в час, которые получаются в результате сложения 4 и 6, это скорость Саши относительно Маши или, наоборот, скорость Маши относительно Саши. Самое главное, что если расстояние между ними сокращается со скоростью 6 плюс 4 – 10 км в час, а все это расстояние составляет 10 км, значит за час это расстояние закончится. Через час они встретятся. Как видите, ничего сложного нет. Я еще раз обращаю ваше внимание, что этот закон сложения скоростей напрямую вытекает из ньютоновских представлений об абсолютном пространстве и абсолютном времени, которые никак не связаны с материальными телами. Однако, в конце 19 века было обнаружено, что при больших скоростях движения, приближающихся к скорости света, классический закон сложения скоростей нарушается. Очень ярко это было продемонстрировано в знаменитых экспериментах Майкельсона Морли. Майкельсон и Морли – это два ученых американских. Майкельсон – известный физик, Морли – менее известный химик. Идея экспериментов, которые они поставили в конце 19 века, заключалась в следующем. Представьте себе, что мы наблюдаем свет, приходящий к нам от некой далекой звезды. Вот звезда. Свет от нее бежит во все стороны, в том числе и в нашем направлении. Со скоростью, естественно, света, равной 300 тысячам километров в секунду. Ну а мы с вами наблюдаем луч, бегущий в нашем направлении. Причем наблюдаем с помощью прибора, который позволяет измерить скорость, с которой этот луч к нам приближается. Майкельсон и Морли такой прибор построили. Ситуация осложняется тем, что земной наблюдатель не может считаться неподвижным. Мы с вами живем на планете, которая обращается вокруг нашей звезды по имени Солнце по орбите. И вот скорость орбитального движения Земли, она довольно велика, на порядка 30 километров в секунду. То есть каждую секунду в верховной нашей планете мы пролетаем в космосе расстояние около 30 километров. Так вот представьте себе, что наблюдение производится в тот момент, когда скорость орбитального движения Земли по своей траектории направлена навстречу тому лучшего далекой звезды, который мы хотим наблюдать. Возникает вопрос, а вот в такой ситуации какую скорость приближения светового луча зафиксирует прибор наблюдателя земного? Ну, если воспользоваться аналогией задачи у Саши и Маши, вот он Саша, только теперь бежит со скоростью 300 тысяч километров в секунду, вот она Маша, только теперь бежит со скоростью 30 километров в секунду. И скорость сближения этих двух материальных объектов должна быть, по идее, равна 300 тысяч плюс 30 километров в секунду. Если проходит несколько месяцев, и Земля перемещается на диаметрально противоположную точку своей орбиты, то теперь она уже удаляется от звезды. Какую скорость приближения светового луча к земному наблюдателю должен показать прибор, сооруженный Майкельсоном и Морли? Очевидно, теперь эта скорость должна быть равна 300 тысяч минус 30 километров в секунду. Так должно быть, если справедлив классический закон сложения скоростей, который, я напомню, является прямым следствием из ньютоновских представлений об абсолютном пространстве и абсолютном времени, не зависящих от материальных тел. Но результаты экспериментов Майкельсона и Морли оказались удивительными. Оказалось, что независимо от того, приближается наблюдатель к источнику света, или удаляется от него, или движется под любым углом к направлению на источник, измеренная им скорость светового луча неизменно оказывается равной 300 тысячам километров в секунду. Ни километром в секунду больше, ни километром в секунду меньше. Это было бы удивительно. Это было бы так же удивительно, как если бы, вычисляя задачи Асаши и Маши, скорость сближения детей, и сложив 4 плюс 6, мы получили бы 6, а не 10. Это было настолько удивительно, что когда Майкельсон впервые поставил этот эксперимент и получил такой результат, он сам себе не поверил. Поначалу он решил, что, по всей видимости, ошибся в планировании эксперимента. Стал проверять. Все выголодки, все расчеты, все схемы нет. Эффект должен быть. Тогда он решил, что, по всей видимости, у него прибор получился слишком грубый. Ну, в самом деле, заметить плюс-минус 30 километров в секунду на фоне 300 тысяч, это не так просто. 30 километров в секунду – это всего одна десятитысячная. 300 тысяч. И вот тогда-то он привлек на помощь Морли. Морли был химиком, но самое главное, что у Морли были руки золотые. И с помощью этого мастера Майкельсон усовершенствовал свой прибор настолько, что он уже мог, в принципе, зарегистрировать отличие скорости приближения светового луча от 300 тысяч километров в секунду не на 30 километров в секунду, а на 30 метров в секунду. Но даже этот усовершенствованный прибор по-прежнему ничего не смог обнаружить. Никаких добавок. Плюс или минус 30 километров в секунду. Вот только после таких неоднократных проверок Майкельсон и Морли решились опубликовать результаты своих экспериментов. Публикация вызвала очень большой резонанс. Ученые-то хорошо понимали, что закон сложения скоростей напрямую связан с основами наших представлений о свойствах пространства и времени. И если что-то не в порядке с классическим законом сложения скоростей, значит, что-то очень сильно не в порядке с бытовавшими тогда представлениями о пространстве, времени и их свойствах. И поэтому начались многочисленные попытки объяснить, почему опыт Майкельсона и Морли дает неправильные результаты. Вот обратите внимание, поначалу вопрос стоялся именно так. Почему опыт дает неправильные результаты? Некоторые из этих попыток были, скажем так, курьезными, некоторые были ошибочными, но были и вполне респектабельные попытки объяснения, почему опыт Майкельсона и Морли дает неверные результаты. Самый известный из этих попыток принадлежал известному голландскому физику Хендрику Антуану Лоренцу. Теория Лоренца базировалась на двух основных предположениях. Предположениях достаточно произвольных. Лоренц, во-первых, предположил, что при движении любого предмета в нем возникает сила, которая заставляет его сжиматься в направлении движения в определенной пропорции, зависящей только от скорости движения этого тела. Второе предположение было у него такое, что при движении любого тела те же самые силы, а может быть и другие, заставляют все процессы в этом теле замедляться в той же самой пропорции, зависящей только от скорости движения этого тела. А дальше он показал, что если принять эти два предположения, то в показаниях прибора Майкельсона Морли должна возникать ошибка, связанная с деформацией прибора и замедлением процесса в нем. Причем ошибка ровно такой величины, которая в точности компенсирует ожидаемый эффект. То есть, если бы прибор не деформировался, говорил Лоренц, то тогда бы он показал 300 тысяч плюс 30 или минус 30 километров в секунду. Но поскольку он деформируется, он начинает врать и врать ровно на 30 километров в секунду. Так что показывает все те же самые исходные 300 тысяч километров в секунду. С точки зрения математической, теория Лоренца была безупречна. Он был высоко квалифицированный физик-теоретик. Однако она вызывала много вопросов, например, с точки зрения физики. Было совершенно непонятно, что это за силы такие возникают в ходе движения любого тела, которые любое тело сжимает в одной и той же пропорции, независящие ни от размеров этого тела, ни от его материала, ни от него устройства, а только от скорости, с которой оно движется. Любое тело, конечно, можно сжать, но они сжимаются по-разному в зависимости от своих свойств. Если мы возьмем, скажем, пластилиновый брусок, то мы его руками можем сжать до практически нулевой толщины. А попробуйте такой же точно формы и размеров брусок стальной сжать руками. У вас не очень-то это получится. Если удастся чего-то добиться, то это будет сжатие на доли микрона. А тут все предметы должны сжиматься в одной и той же пропорции, независимо от размера, формы, материала и так далее. Еще менее понятно было, как какая-то сила может замедлять абсолютно все процессы. И опять-таки в одной и той же пропорции. Но самое печальное было в том, что теория Лоренца плохо согласовывалась с научным методом. Я еще раз напоминаю, в науке изучается то, что можно увидеть, услышать, понюхать, пощупать и так далее. То есть в науке считается, что существует реально объективно лишь то, что поддается объективному измерению, наблюдению и так далее. А теория Лоренца говорила, что эффект на самом деле существует, только обнаружить этот эффект вы в принципе не способны. Но что тогда означают слова на самом деле существует, если мы в принципе не способны этот эффект обнаружить. И вот вокруг проблемы, созданной отрицательными результатами экспериментов Майкельсона Морли, возник очень серьезный кризис в науке того времени. Серьезнейший кризис в дискуссиях, вокруг которого приняли участие люди, в том числе и очень далекие от науки. И вот в самый разгар кризиса вокруг результатов опыта Майкельсона Морли, ну и некоторых других результатов странных, явился молодой хитроумный Эйнштейн, дело было в 1905 году, и предложил следующее. Прежде чем рассказывать, в чем заключалась суть предложения Эйнштейна, я хотел бы рассказать одну историю, которая поможет нам лучше понять смысл и значение предложения Эйнштейна. История похожа на притчу, то есть такой специально придуманный нороучительный рассказ, но она произошла на самом деле с одним из моих однокашников по институту. Произошла она, когда он еще в школе учился. Он учился в физико-математической школе, это бывшая 58-я школа Воронежа, ныне гимназия имени Басова. И был у них хороший учитель физики. И вот однажды этот учитель приходит на урок и говорит, мы начинаем повторять тему электричества. Напоминает им, что при трении многих тел происходит электризация. Напоминает, что электризация сводится к разделению электрических зарядов. Напоминает, что электрические заряды бывают двух сортов, положительные и отрицательные. Напоминает, что разноименные электрические заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются. Ну, все это произносит скороговорка, потому что раньше это все изучалось. Класс физико-математический, особо никому не нужно это долбить, что называется. Потом спрашивает, все понятно? Ну, конечно, всем все понятно, физико-мат-класс. Хорошо, тогда раз вам все понятно, объясните мне, пожалуйста, а почему разноименные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются? Ну, в нормальном классе любой вопрос учителя вызывает такой безусловный рефлекс. Пригнуться, чтобы вопрос просвистен головой, не зацепив. Ну, это физико-мат-класс, там сидит 30 маленьких гениев, тут же лес рук. Учитель говорит, ну, давай, Петя, объясни нам, почему разноименные заряды притягиваются. А Петя, он мальчик, хитрый. Пока учитель рассказывал то, что они и так знают, Петя успел прочитать несколько параграфов учебника вперед. Встает и радостно начинает докладывать, что вот есть такой закон Кулона, вот формула, в которой он выражается. Если в эту формулу поставить заряды разных знаков, то сила взаимодействия между ними окажется отрицательной, а отрицательная сила соответствует притяжению. Учитель говорит, Петя, ты вот ставишь телегу впереди лошади, ведь разноименные заряды притягиваются не потому, что Кулон им так велел, а он сформулировал этот свой закон потому, что знал, что разноименные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются. Но все-таки почему они отталкиваются, одноименные? Еще несколько человек опросил, остался ответами не удовлетворен и говорит, да, ребятки, это было лучшего мнения о ваших интеллектуальных способностях. Значит так, завтра у нас физика первым уроком, в 8 утра. Будьте добры, завтрашнему утру выясните, почему же одноименные электрические заряды отталкиваются. В эту ночь, по крайней мере в 30 домах города, не спали, штудировали справочники, энциклопедии, обзванивали родственников с учеными степенями. Ну, к утру, так или иначе, у каждого какой-то вариант ответа был готов. Начинается урок. Учитель честно, как предупреждал, открывает журнал и прямо по алфавиту опрашивает. Арбузова. Почему одноименные заряды отталкиваются? Арбузова встает и залагает свою версию, учитель тут же показывает, что версия никуда не годится. Барабанов. Почему одноименные заряды отталкиваются? Барабанов предлагает свое объяснение, учитель показывает, что и это объяснение несостоятельно. Всех опросил, всем аккуратно, поставил двойки в журнал. Тут их про него, они взмолились. Ну, Александр Дмитриевич, ну почему же одноименные заряды отталкиваются? А он говорит, почему, вы знаете, ребят, судьба у них такая. Не знаем мы, почему одноименные заряды отталкиваются электрические. Зато мы точно знаем, что так оно и есть. Вот такие вещи, о которых мы не знаем, почему они, но знаем, что они именно такие, мы называем законами природы. Ну, не знаем мы до сих пор, почему одноименные электрические заряды отталкиваются. Вот, например, одноименные гравитационные заряды, массы, притягиваются, а одноименные электрические заряды отталкиваются. Почему? Не знаем до сих пор. Но зато мы точно знаем, что так оно и есть. Значит, это закон природы. Так устроен мир. Они на всю жизнь запомнили, что такое закон природы. Замечательный был у них учитель. Теперь возвращаемся к нашим проблемам. Вот в то время, когда все ломали копья вокруг вопроса, почему опыт Майкельсона Морроли дает неправильные результаты, явился молодой хитроум Эйнштейн и сказал, не ломайте себе головы. Почему это так? Вам природа говорит, что как бы не двигался наблюдатель, с какой бы скорости, в каком бы направлении он не двигался, измеряемая им скорость светового луча в вакууме составляет ровно 30 тысяч километров в секунду. Да, говорит. Неоднократно и настойчиво. К этому времени уже опыты Майкельсона и Морроли были повторены многократно. Значит, это закон природы. И не нужно обсуждать, почему он такой. Это неэффективно. Нужно взять его как должное. И самая главная задача ученого заключается в том, чтобы посмотреть, какие же следствия из этого закона природы вытекают. Вот этот закон природы и есть то, что называется принципом инвариантности скорости света. Сформулировать этот принцип можно таким образом. Если скорость материального объекта в какой-то системе отчета равна скорости света, то в любой другой системе отчета скорость этого объекта также будет равна скорости света. Вот у нас материальный объект. Световой луч. В одной из систем отчета его скорость равна 300 тысячам километров в секунду. Я ведь когда произносил, что свет к нам бежит от звезды со скоростью 300 тысяч километров в секунду, я немножко слукавил. Я не уточнил. Относительно чего эта скорость? Ну, поскольку свет спущен звездой, то логично предположить, что это скорость относительно звезды. Ради бога. Значит, в системе отчета, связанной со звездой, скорость вот этого материального объекта, светового луча, равна скорости света. Согласно принципу инвариантности скорости света, она должна быть равна тем же самым 300 тысячам километров в секунду в любой другой системе отчета. Для любого другого наблюдателя. Как бы он не двигался навстречу источнику, удаляется от источника, перпендикулярно направлению на источник, 300 тысяч километров в секунду. Вот эти два постулата Эйнштейна, которые лежат в основе специальной теории относительности. Принцип относительности, согласно которому все инверциальные системы отчета равноправны. И принцип инвариантности скорости света, согласно которому скорость светового луча в вакууме во всех системах отчета обязана быть равна 300 тысячам километров в секунду. Я хочу еще раз обратить ваше внимание, что по природе своей эти два принципа являются принципами симметрии. Принцип относительности утверждает, что если мы будем переходить от одной инверциальной системы отчета к другой, все природные явления для нас будут идти тем же самым порядком, что в одной инверциальной системе отчета, что в любой другой инверциальной системе отчета. Преобразование в данном случае это переход от одной системы отчета к другой, от одной инверциальной системы отчета к другой инверциальной системе отчета. А то, что остается неизменным, это ход всех природных процессов. Принцип инвариантности скорости света, очевидно, это тоже принцип симметрии. Преобразование здесь то же самое. Мы меняем систему отчета. Система отчета, связанная со звездой. Система отчета, связанная с наблюдателем, движущимся к звезде. Система отчета, связанная с наблюдателем, движущимся от звезды. Система отчета меняем. а измеряемая нами скорость светового луча в вакууме остается неизменной, инвариантной – 300 000 км в секунду.